Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня греша. Номер 666. Событие дня. Малахия 2.7. Уста священника должны хоронить видение. И закона ищет от уст его. За 9 октября 2017 года. Это понедельник. Подведение итогов. По вторнику и выезд в Барнаул. Ровно 4 месяца мы пробыли в деревне. Володя с Никитой отправились на Костровый пруд в Симаковске. Там устока распорки нужно было заменить. Перевернуть, там сделать. Попроведал их, сходил. Посмотрел три хатки в камышах. Видимо, андатры. И вот целый день на то, чтобы убрать, свалили самый большой пень. Пень этот был высокий. Ну, метра 4 высоты. Все-таки Володя подпилил старой пилой его. Там некоторые места были живые. Остальное труха. Тоже мы это засняли. И это все возили. На пни он ее расскорчевал. Ну, и дровам сюда подвезли. Потом к конуру шарика на тележку погрузили. Шарикову за цепочку и отвели к Виктору. А Виктор целый день возился опять с машиной. Не ладится и все. Пришел Глушков Игорь был. Потом Роман. Ну, никак. Что-то купили там. Да вроде их там в магазине могли дать. Не, не такой. Что там надо? Какой-то прибор такой. Еще там нету. Возились, возились. Ну, говорит, можно ехать, но только свет не зажигать. Аккумуляторы садятся. Запасной берет. Ну, вот так. Тут надо. У нас много и строений. Бывшие лагерные они. Которые на нашей территории. Это наши продукты. Хранятся лабосы. Это все надо привести в порядок. Тестомес отдельно. Склады. Дерево упало на балку. И давило его несколько лет. И свихнуло все. Вот. Ну, и двери пришлось там подделывать. Везде Володя, везде Володя. Потом пошли на огородчик копать морковку. О-о-о-о. Там одна грязь. И все равно все-таки собрали. Немножко свекла. Маленечко. Да мы раньше привозили капусту. Все равно раздавали. Не в этом-то. Я тут картонный склад запечатаю. Гляжу, матушка в огороде машет. Я не понял, кто там с ней. Это Нина была. Надина сестра. Подошел, она говорит, три мешка несите. Я морковки дам. У ней морковка в разных огородах. Она агроном. Ну, не наша. А у нас морковка по мизинцу. Ну, совсем никак не худышно. Ну, мы все равно собрали. А Володя тут все перетащил. Я пошел помидоры собирать. Два ведра еще набрал. Зеленая. У нас парник называют. У них теплица. Наша. Самодельная. Это все за день. Все за один этот день. Я голубям. Кто там будет ходить за ними. Забочить за них. Везде все насыпать. Сказать. Иосиф идет туда. Его тоже провел. Показал. Ну, потом тут пришел один брат на покаяние. Оказывается, когда-то не так было. Совесть мучает. Ну, я обнял его. Да брось об этом думать. Уже все впереди. Новое. А это то другое. Ну, впредь не допускай до этого. Прощаю тебя. Обнял его. На этом все. У него такое. Он знал, что уезжаем. Срочно. Мы за столом были. Прямо из-за стола меня вытащили. Пошли в другую. Там стенки. В прихожую. Давай, говори тайно. Ну, а зачем делал это? Да вот так вот. А то другое. Ну, вот и все. Давай. Не спи на занятиях. Трудись над своей душой. Вот это. Все это дело одного дня. Всего лишь одного дня. Валя, ты балуешься здесь. Все сбиваешь у меня. Э. Давай-ка вылезем туда на пол. Вот так. Ну, я подвихнул ногу, что-то захромал. Везде надо воду вычерпывать. Оставалась еще березовка. Там во фляге для меня Володя готовил ее. Я не выпил. Я вообще... Она уже кислая была. У меня и жога началась. Все это вынесли. Вылили. Теперь надо хоть маленько промыть, ополоснуть. Вот так. Воды-то в бане из бака. Все надо было вычерпать, потому что морозы пойдут. Виктор сказал, в баню тут ходить не будет. А там уже-то рядом. Ну, так все одно к одному. Вот Ивана пришла с ребенком. Его жена на коляске с Ангелиной побыли. А я где-то снял. Лежу терентий из нашего огородчика. Они там накосили сено, тюки сделали. И клюви Минаевой. Увозит. Я еще сказал, как хорошо быть в общине. Это забота друг о друге. Батюшка на тракторе. Ей дрова завез. Глядим, туда-сюда только на тракторе сноют. Он уехал сейчас по монастырям, по мощам. Ну, вот. День наш такой. Володя решил морковку промыть. Она не и грязи-грязи, а вот там большая ванна. И там резиновыми сапогами ее маленько обтереть. Вот. Это уже ночью делали. Надо узнать, как они еще сумели сделать. Переселяем в свой дом Никиту. Это уже забота. Вот я сейчас насчитываю. С двух часов ночи сижу за компьютером. Опять сказали, денег нету. Опять надо переводить было. Никита прибежал, все сделал и сумел вот это вот написать хотя бы. Ну, то, что есть, то есть. Ну, показать наши ресурсы. Вот. Первый. Я люблю мой мир. Тут можно переписываться легко. И он богатый у нас. Фотографии 18758. Друзей 4399. Видео 7192. Музыка 164. Ну, это вот все здесь открыто. Ну, очень хорошая система. Не то, что там одноклассники какие-то. Это новые. Все сюда переношу. Видеоканал. А видеоканал там ставят модератор, администрация. Мне пересылают. Я только замки снимаю, чтобы видно было. Вот. Дальше у нас ленточный. Называется православный форум. Игнать Аладкина. Очень грамотно составленный. Легко искать. 1600 тем. Вот первое. Тут на меня выкинули ролик. Еретики там, что делает харизмат. Обеснуется. Обеснование. Буйное обеснование. Все шары бросают. Библию в руках не держат. Вот. Ну, и кольт посчитания псевдосвятого отрока. Вячеслава Крашенинникова. Взял от Максима Степаненко. Я хороший материал. А тот тоже взял. Откуда-то. Мне удобно ссылаться. Но мне вопросы задают. И я их так взял. Ну, и наш видеоканал. Вот он. 8423. Да. Видеоролика. 7916 581 просмотр. 8141 подписчик. Ну, и у нас еще большой во свете Библии православный библейский сайт. Очень богатый. Около 50 книг. Аудио начитано мной. Раньше было оцифровали. 4124 ответа по темам. 55 тем. Вот так. Ну, и что тут сказать. У нас тема. Сейчас я освещаю ее. Вот это вот выставил. Это отзывы. Почти два стихотворения разослал. Матфея 23.4. Связывает бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагает на плечи людям. А сами не хотят и перстом двинуть их. Доспехи тяжкие монахи наложили. Посты и моления с нескудным воздержанием. Старались для народа вытягивали жилы, чтоб жрецы накобылить своих не ржали. Не помогло. Рассыпалось, как из мешка пшено. Пустыни обезлюдили, патриархи сгнили. И на безверии облаял льва, щенок. И на акулу поднялась рукилька. Обряд обычаи, традиции, предания. Забыты, позаброшены, без спроса. Предвестники антихриста и ретики отдана. Учителя с прелживейшую тростью. Я мысленно воскресшими их зверю. В растерянности иноческих снов и привидений. Верига хава признанный берюк. С ним ученик, послушник, древневредный. Пусть озирают вызревшие фрукты. Безбожество, масонство и ислам. От их монастырей миазмов запах трупный. Базар вселенский, разврат, раздрай. Неужто ни один бы не качнулся и не исторг пред миром раскаяния? Вину такую осознает Чукча. И что-то шевельнется даже в пьяном. Но ни строки, ни звука от монахов, Что проповедь сгубили вкупе с благовестием. Великий Исполин одним широким взмахом Все смел и растолок булатный пестик. Без обуви, щита, брони и шлема Рекорды ставили в глубинных размышлениях. Евангельскую веру считали лишь условно. Дождались. К ним пожаловал разбойник Ленин. На монастырских стенах сторожа уснули. О, вы, напоминающие о грядущем сыне, Летите, как орлы, быстрее пули. Не меруя Бог за труды отсыплет. 15 августа 2007 года. Второе стихотворение. Ко всем же сказал. Если кто хочет идти за мною, Отвергнись себя и возьми крест свой И следуй за мною. Лука 9, 23. Отвергнусь из себя начальный шаг, Первейшая ступень в движении к небу. У неотвергшегося я начнет мешать И требовать начнет сплошные требы. Не многие сумели осознать, Насколько эгоизм наш неприступен. Вокруг амбиции, подлая возня, Толочь приходится событиями в ступе. А это я, мы пествуем с пеленок, Храним и защищаем на дуэли. Долг оскорбителей припомнится в потемках И уязвляем их, представив целью. Все ищем, норовимся схлопотать С запасом удовольствий неприглядных, Медалью высветили для прибыли пятак. В реестр добытых тугрики к нам лягут. Отвергнусь, отречься, пренебречь Обид копящихся, заслуженных прилюдно. Гнев изменить на примирение речь, На деле показать, что я не любим. На место собственного я прими Христа, Дай место власти Духа Всесвятого. Борьбу за я немедля перестать, В зубах застрявшая с постыдностью оскомен. Удар в щеку не вызовет отмеску, Смирением, кротостью украсится лоза. Лед недоверия к писанию тяжко треснет, Не возвратится я легко назад. Таких попыток будет без числа, Боязнь смешным, безвольным показаться. Но ты борьбу с собой не ослабь, Нам в нашем я смертельная опасность. Преодолевший первые ступень, Свой крест безропотно с достоинством приемли. В жару быть с Господом, Равно в прохладный день, И без отчаяния возвратимся без земли. 6 сентября 2007 года. Ну и пошли тут отзывы на это стихотворение. Это стихотворение можно уже убрать. И на тему о войне. Ну, можем взять один вопрос. Вопрос 3812, 26 том открытым оком. Вначале белые мигранты как будто искали случай, Чтобы начать физически бороться с властью сатанинской на родине. Какую бы они хотели власть установить? Ответ. Единодушия по этому вопросу не было и во время гражданской войны. Но из литературы тех годов видно, Что монархический режим им хотелось бы еще раз испробовать. Припоминали клятву дому Романовых 1613 года. Ущельем на гору мы шли в ту ночь в оковах. Уже багровый блеск на мутных облаках, Крик пролетавших птиц и смех вождей суровых Давно питали в нас зловещий тайный страх. Идем и ужас. И вдруг сверкнул огонь струею На шлемах садников предшествующих нам. Пылал Иерусалим, плал священный храм. И ветер пламя гнал по городу рекою. И вопли наши вдруг в единый вопль слились. Ах, мщенья, мщенья! Но дико загремели ручные кандалы. О, бог отцов, ужели! Ты медлишь, ты молчишь. Восстань, вооружись в грома и молнии. Но все кругом молчало. С мечами на голову на чуждом языке Кричала римская когорта и скакала Вокруг нас упавших низ в отчаянной тоске. И повлекли нас прочь, и все кругом молчало. И бог безмолвствовал, и снова мы с холма Спускаться стали в долг, где улегалась тьма. А небо на нее багряный блеск роняло. Майков. Даниил, 14, 27. Я специально это выделяю. Тогда Даниил взял смолы, жиры и волос, Сварил это вместе и, сделав из этого ком, Бросил его в пасть дракону. И дракон расселся. И сказал, вот, ваши святыни. Перед гробницей святой стою с поникшей угловой. Все спит кругом, одни лампады во мраке храма золотят, Столбов гранитные громады и их знамен нависший ряд. Под ними спит сей властелин, сей идол северных дружин, Маститый страж страны, державный смиритель всех ее врагов, Сей остальной из стаи славной Екатерининских орлов. В твоем гробу восторг живет, он русский глаз нам издает, Он нам твердит о той године, когда народной веры глаз Возвал к святой твоей седине, иди, спасай, ты встал и спас. В ним лишь и днесь наш верный глаз, встань и спасай царя и нас, О, старец грозный, на мгновение явись у двери гробовой, Явись, вдохни восторг и рвение полкам, оставленным тобой, Явись и дланью своей нам укажи в толпе вождей, Кто твой наследник, твой избранный, Но храм в молчание погружен, И тих твоей могилы бранной невозмутимый вечный сон. 1831 год, Александр Сергеевич Пушкин Россию завели в тупик духовные сусанины, спасая от евангельской веры. Заметьте, какое выражение, это я на кафедре отвечаю. Матфея 15.14 Оставьте их, они слепые вождей слепых, А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Куда ты ведешь нас, не видно ни сги, Сусанину сердцем скрещали враги. Мы вязнем и тонем в сугробинах снега, Нам знать не добраться с тобой до ночлега, Ты сбился, брат, верно, нарочно с пути, Но тем, Михаила, тебе не спасти. Давно уж за полночь сном крепким объяты, Лежат беззаботно по лавкам сарматы, Все в дымной избушке вкушают покой. Один настороже, сусанин седой. В полголоса молит в углу иконы Царю молодому святой обороны. Вообще настороже, тревожное ухо, Все в том захолустье мертво и глухо. Куда ты завел нас, ляг старый, скричал. Туда, куда нужно, сусанин сказал. Убейте, замучьте, моя здесь могила, Но знайте и рвитесь, я спас Михаила. Предателя, мне ли во мне вы нашли, Их нет и не будет на русской земле. В ней каждый отчизну с младенчества любит, И душу изменность свою не погубит. Злодея и закричали враги, закипев, Умрешь под мечами. Не страшен ваш гнев. Кто русский по сердцу, тот бодро и смело И радостно гибнет за правое дело. Ни казни, ни смерти я не боюсь, Не дрогнув умру за царя и за Русь. Умри же, сарматые герои, скричали, И сабли над старцем свистя засверкали. Погибни, предатель, конец твой настал. И твердый сусанин весь в язвах упал. Снег чистый, чистейшая кровь обогрила. Она для России спасла Михаила. 1822 Рылеев. Плач Еремея 4.20. Дыхание жизни нашей помазаний, Господень пойман в ямы их. Тот, о котором мы говорили, Под тенью его будем жить среди народов. Ужасный сон отяготел над нами, Ужасный, безобразный сон. В крови до пят мы бьемся с мертвецами, Воскресшими для новых похорон. Восьмой уж месяц злятся эти битвы, Геройский пыл, предательство и ложь. Притон разбойничий в дому молитвы, В одной руке распятие и нож. И целый мир, как опьяненный ложью, Все виды зла, все ухищрения зла. Нет, никогда так дерзко правду божью, Людская кривда к бою не звала. Этот клич сочувствие слепого, Всемирный клич к неистовой борьбе, Разврат умов и искажение слова, Все поднялось и все грозит тебе. О, край родной, Такого ополчения мир не видал С первоначальных дней. Велико знать, о, Русь, твое значение. Мужайся, стой, крепись и одолей. 1863 год. Федор Иванович Тючев. Исайя, 29 глава, 9 стих. Изумляйтесь и дивитесь, Они ослепили других И сами ослепли. Они пьяны, но не от вина, Нашатаются, но не от секеры. Сын царский умирает в Ницце, И из него нам строят ков, То божья месть за поляков. Вот, что мы слышим здесь в столице, Из чьих понятий диких, узких, То слово вырваться могло б. Кто говорит так, польский поп, Или министр какой из русских, О, эти толки роковые, Преступный лепет и шальной, Всех выродков земли родной И до него слышит их Россия. И вот поведет, до них грянет Тот страшный клич, что в старину, Везде измена, царь в плену, И Русь спасать его не встанет. В 1865 год Тючев. Левит, 26 глава, 16 стих. То и я поступлю с вами так, Пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, От которых истомятся глаза, Измучится душа. И будете сеять семена ваши напрасно, И враги ваши съедят их. Чернеет полночь, пять пожаров, Столбами зарева стоят, Кругом зажиточные села Со всеми скирдами горят. Или это дьявол сам пролетом Земли коснулся пятерней, И жгучий след прикосновения Пылает в темени ночной, И далеко пойдут по краю, И будут в свете дня видны В печальных лицах Погорельцев благословения Сатаны Случевски. Исайя 1.7 Земля ваша опустошена, Города ваши сожжены огнем, Поля ваши в ваших глазах съедают чужие, Все опустело, Как после разорения чужими. Иаков 5.4 Вот плата, удержанная вами у работников, Пожавших поля ваши вопиет, И вопли жнецов Дошли до слуха Господа Саваофа. Одно место посмотрели, но на сегодня хватит.